Душа человека в каждом портрете. В Центре декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра открылась выставка Юрия Егорика. Член Творческого Союза Художников России представил как новые работы, так и портреты, с которыми посетил не одну международную выставку. Весна в тундре, небесная сказка, северная красавица. Названия картин Юрия Егорика говорят сами за себя. Север, просторы тундры, хрупкая сказочная природа и, конечно, люди. Я всех рисую, неважно, в общем-то, какой национальности. Но мне интересно и китайцы, и корейцы, и африканцы. Я много пробовал, где не бывал, и везде рисую. Важно, что, скажу, что эти люди похожи, потому что еще даже будучи в художественной школе, в седьмом классе у меня были похожие лица. Портретистами рождаются, скажу так. Как признается художник, в ненецкую землю он влюбился во второй раз. Впервые это произошло в 80-е годы, когда он приехал в Ненецкий округ. Затем на долгое время художник покинул регион. Работал в Москве, Киеве, Германии. Но даже спустя 20 лет не смог забыть Заполярие. Здесь он рисует акварелью, пастелью, масляными красками и углем. Есть и другие работы – гравюры на металле, роспись по шелку. Теперь в планах художника делиться знаниями с молодыми. Хорошо было бы делать какие-то мастер-классы по деревням. И я бы мог там отбирать, может быть, каких-то ребят, которые хотели бы научиться, а там нет возможностей, какие-то проводить мастер-классы и устраивать потом здесь отчетные выставки. Первая встреча с детьми планируется в Красном. В начале марта Центр декоративно-прикладного творчества проведет на мастер-классы. Выставка «Крайму Заполярной» будет работать до конца февраля. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.